Продолжение следует... ...той клетки, которая с ней соприкасается, так и, например, всего организма. То есть, с точки зрения клетки существует как жизнь соседней клетки, так и жизнь всего организма. Поэтому клетка находится, в общем-то, в сходной воспринимающей среде, так же, как сознание человека, по отношению к жизни и Бога, и человека. Тогда получается, что мы, рассмотрев, например, слой внутриклеточный или клеточный уровень, вполне можем сказать, что только лишь обращение к клеточному уровню — это и есть акт вечности для человека. Ибо если он рассмотрел свою клетку своим сознанием, то он прикоснулся к структуре организации клетки. А уровень организации — это уже есть действие Бога. И поэтому, когда мы действуем по организации своей собственной структуры, например, по организации своего собственного организма или внешней системы реальности, мы вполне действуем так же, как действует Бог в плане по отношению к человеку. И для того, чтобы, например, человек излечился от каких-то тяжелых, например, заболеваний, или он мог сделать управление, например, в бесконечное будущее, вечно развиваться, например, он вполне должен рассматривать этот процесс, что его система организации — это есть система, которая дается Богом для организации бесконечного процесса, вечного развития. Тогда человек может дифференцировать, что ему нужно сделать сейчас. Потому что вот этот отблеск вечности, то есть то, что является вечным с точки зрения будущего для организма человека, для ткани человека, это есть фактически определенный ориентир его физического тела по отношению к вечности. То есть как физическое тело, вообще говоря, воспринимает сигнал вечности. Ну, например, человек находится на улице или идет где-то, да, по какой-то дороге, и он хочет понять, вот, именно луч, свет вечности, где здесь светит. То найти этот луч достаточно, в общем-то, просто физическим телом. Для этого нужно только лишь навсего посмотреть с точки зрения, как бы, внутреннего сознания человека, где сознание есть сознание микро- и макроуровня фактически одновременно в действии, где наиболее, как бы, яркие, наиболее серебристые оттенки света имеет его физическое тело. Значит, отсюда светит луч вечности. То есть здесь есть действие Создателя, Бога по отношению к человеку в плане именно научить его понимать этот сигнал. Дальше человек начинает дифференцировать сигнал, но здесь вот есть один только единственный путь, что человек может рассмотреть этот луч только изнутри себе. И поэтому человеку приходится видеть эту вечность, как бы, проводя сознание внутрь своего организма, свой взгляд через свое сознание. И получается, что когда он это делает, он создает свои собственные органы. И когда мы этот процесс начинаем понимать, мы видим, где процесс сознания, процесс действия человека организует самого человека по отношению к уровню вечности. Ведь понятие луча вечности, это, в общем-то, может быть логическое понятие. В данном случае я показал реальное понятие, то есть можно встать и, например, оздоровиться, то есть полностью восстановить здоровье или омолодиться. Вот это, кстати, мощная система омоложения. Если по отношению к лучу выбрать ориентир и встать, например, грудью, тогда получается эффект омоложения. Если встать, предположим, правым плечом, то получается эффект оздоровления. Если левым, это управление событиями, благоприятные события и так далее. То есть ориентация по отношению именно к фрагменту вечности, это и система управления в том числе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...